Турагент, которому Людмила отдала 170 тысяч рублей. Тогда, признается женщина, сомнений в надежности продавца не было. Супруги спешили, поэтому быстро отдали деньги, забрали договор и квитанции. Теперь не знают, как восполнить дыру в семейном бюджете. Сначала была ласковая и добрая, обещала, 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 обещала. А теперь уже огрызается. И вот то у нее мама в реанимации, то у нее папа умер. И тысяча причин. А то, что я чуть не умерла, то, что мой ребенок рыдал весь день, ей, конечно же, это плевать. Турагент тем временем работать продолжает. С клиентами встречается в кафе, показывает договор и предлагает сразу отдать полную сумму за тур. 105 тысяч рублей. Можно наличными или на ее личную карту. Якобы это спасет от перерасчетов из-за повышения курса. Разговор прерывают пострадавшие. А где вы 170 тысяч за Таиланд за мой? За Саиланд. Да, я в Таиланд не улетела. Девушка сразу же пытается спастись бегством. На ходу звонит маме, чтобы та помогла советам. На бывших клиентов Дарья не реагирует. Бросает только, что если бы пришли поговорить спокойно, она бы свою невиновность доказала. Ты взяла мои деньги. Где они? Я рада, я вам все сказала. Погоня продолжается и на улице. Только здесь Дарья признается, денег у нее нет. Они подвисли в системе бронирования. Во всем виноваты недобросовестные туроператоры, отели и банки. Что я обещала? Я сказала, что произошел сбой. Деньги вернут. Я не виновата, что их так долго не возвращают. Я уже сказала, что их должны вернуть сегодня вечером. А из-за чего произошел сбой? Это не по вашей вине, да? Конечно, по моей. Девушке не дали уехать на такси, перекрыв водителю дорогу. Однако и это не сделало Дарью более разговорчивой. Поэтому клиентам пришлось ее отпустить. Девушка-турагент убегала настолько быстро, что прямо здесь, в кафе, забыла договор. Тут, впрочем, есть все уже необходимые печати, подписи. Единственное, что текст документа напечатан настолько мелким шрифтом, что даже мне, человеку, с хорошим зрением, очень сложно рассмотреть права и обязанности сторон, уж тем более условия расторжения этого договора. Звоним туроператору, указанному в документе, и выясняем, что проверить, действительно ли наша заявка на тур, невозможно. Нужен номер заявочки. Так, вот тут есть заявка на бронирование. Тут вот что-то пока номер не могу найти. А может быть, по имени сможете как-то найти? Я только по номеру заявочки. Тогда спросите, пожалуйста, уточним. Клиенты, которые так и не увидели теплых стран, через запросы к туроператорам выяснили, никто туры для них не покупал. Те, кто потерял свои деньги, теперь объединяются в интернете. Уже подсчитали. Общий ущерб около миллиона рублей. Вместе пытаются понять, почему их так легко обманули. Запросили выписку из ИГРЛ на данное юридическое лицо. Как оказалось, еще 9 сентября, или 9 или 11 сентября, то есть уже после того, как мы оплачивали денежные средства, данная фирма была ликвидирована налоговой службой. То есть она, знав о том, что юридическое лицо ликвидировано, то есть принимала денежные средства, выписывала договора. Светлана такой договор тоже подписала. Годовщину свадьбы с мужем хотели отметить во Вьетнаме. Только обратившись в отель, девушка узнала. На ее имя места не бронировали. Искать Дарью Светлана решила по месту прописки. Но и тут никто не ответил. Юристы говорят, этих проблем можно было избежать. Мы рекомендуем им зайти на сайт туроператора, который этот тур формирует, и посмотреть у него в специальном разделе, где купить, перечень турагентств, с которыми он работает. Прежде чем турагенты попадают на сайт туроператора как партнер, все-таки они проходят некую проверку. Кроме того, в договоре обязательно наличие номера бронирования, чтобы можно было контролировать работу по туру. Получить документы, необходимые для поездки, клиент должен как минимум за день до вылета. Если же за несостоявшийся тур деньги не вернулись в течение 10 дней, можно требовать неустойку и обращаться в полицию. Клиенты Дарьи так и сделали. Материалы, по словам участкового, уже переданы следователю. Анна Благласкина, Наталья Дудина, Наталья Домбаева, Максим Кисляков, Москва, 24.